Два часа дня в Одессе. Вы смотрите седьмой канал. Это новости. Меня зовут Максим Малынов. Доброго дня. В Одессе день достоинства и свободы отметили возложением цветов. Официальная церемония прошла в парке Шевченко. В сопровождении роты почетного караула и военного оркестра официальные лица города и области возложили букеты к подножию памятника Кабзарю. Я сегодня на сегодняшний день в санатории на реабилитации и решил залучиться до Великого Захода, святое с слезами на очах и вспомнить своих побратимов вместе с громадостью Одессы. Это мои побратимы с Киевского Евромайдана. Это Устим Голоднюк и Андрей Мовчан. Это герои Небесной Сотни. Устиму Голоднюку было 19 лет, Андрею Мовчану 34, когда они погибли. Дай Бог, чтобы смерть их была не напрасна, чтобы народ вас прянул. Ведь Светлана Алексеевич сказала, нобелевский лауреат, почему немыслимые потери и страдания нашего народа не конвертировались в высокий дух и самосознание? Вот этот вопрос, на который пока нет ответа. В Одесской области во время пожара погибла целая семья. Трагедия произошла в поселке Кахановка Ананевского района. Там утром загорелся частный дом. На место происшествия прибыли спасатели. Они обнаружили в доме четырех человек без признаков жизни. Это супружеская пара и двое их сыновей пяти и трех лет. Предварительные причины возгорания сотрудники ГСЧС называют нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Пожар ликвидировали в течение часа. С вершины Гималаев спасатели Катманду эвакуировали Одессита. Группа из четырех украинцев в течение почти недели осуществляла восхождение на одну из вершин Гималаев – Ама-Дамблу. Фактически за несколько сотен метров до финиша руководитель Альп-клуба Одесса Юрий Киличенко получил сотрясение мозга от удара куском льда. Об этом он сообщил в своей страничке в Фейсбук. Там же он опубликовал и видео о эвакуации спасателями Катманду. Высота Ама-Дамблу составляет 6 тысяч 814 метров. А вот спасательная операция проходила на высоте 6400 метров. Учитывая это и близость склона, пилоты спасательного вертолета показали наивысшее мастерство. Очередное капиталовложение в исторические развалины центра Одессы – дом Русова, в который раз пытаются реанимировать за бюджетные средства. На это уже выделена немалая сумма. Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании в мэрии. За счет городского бюджета планируется провести первоочередные противорийные мероприятия по консервации данного объекта. То бишь предотвращение попадания атмосферных остатков, а также посторонних лиц на объект. В рамках консервации планируют закрыть оконные проемы и демонтировать те элементы конструкции, которые восстановить уже не удастся. Все это для того, чтобы предотвратить обрушение. Обещают, что работать начнут уже в ближайшее время. Мол, уже даже и деньги есть. До конца года планируется закончить эти работы. На это из городского бюджета выделено полтора миллиона гривен. Но вот что примечательно, что тендера на право проведения консервационных работ не будет. Управление капстроительства самостоятельно выберет фирму из тех, кто имеет лицензию на работу с памятниками архитектуры. Все работы планируют провести до конца текущего 2016 года. Страсти вокруг бывшего санатория Чувырина. Территорию оградили плотной строительной тканью. А за забором полным ходом идут работы. Строители говорят, здание реставрируют, но общественники утверждают, что под видом реконструкции его хотят снести точно так же, как и снесли дачу Докса. В теме разбиралась моя коллега Анастасия Кожушка. Французский бульвар 28-30. Это территория бывшего санатория Чувырина. Здесь расположены три особняка. Это дача Мищенко и Анатры. И домик для прислуги. Еще пять лет назад здесь лечили детей с сердечными заболеваниями. Сейчас вокруг старинных особняков разгорелись настоящие страсти. Активисты боятся, что под видом реконструкции здание попросту снесут. Сегодня очень удручающая обстановка. Дело в том, что боковое крыльцо уже тоже разрушено. И там уже очень быстрыми темпами идет строительство. Активисты утверждают, строительные работы здесь невозможны. Ведь все эти здания являются памятниками архитектуры. Более того, они занесены в реестр архитектурного наследия Одессы и имеют свой регистрационный номер. Вот эта часть, это ареал полностью охраняемый. Это объект культурного наследия и номер записи 1029. Причем вот все три строения, они охраняемые. Что непосредственно дачи Анатра, что дача Мищенко. Это все бывший санаторий Чувырина. Строительные работы ведутся за зданием дачи Мищенко. По словам активистов, это делают для того, чтобы с улицы не было видно, что на самом деле творится за высоким забором. Задачи уже вырыли огромные котлованы и установили железные конструкции. Активистам все же удалось попасть на территорию. Но никого из руководства на месте застать не удалось. Рабочие от комментариев отказались. Анастасия Кожушка, Алексей Барановский, Седьмой канал. Водосточная труба прямо над головами прохожих. В жилом доме на проспекте Гагарина сорвало водосток. Случилось это еще во время октябрьского урагана. А вот ликвидировать нависающую угрозу городские службы не торопятся. Местные боятся, однажды труба может рухнуть. И тогда последствия будут еще более печальные. Подробности у Кристины Немченко. В октябре Одессу накрыл циклон с Балканского полуострова. Мощный ураган вырывал многолетние деревья с корнем. Сносил все на своем пути. Спустя почти полтора месяца последствия непогоды в некоторых районах до сих пор не ликвидировали. В жилом доме на проспекте Гагарина сорвало водосточную трубу. И она в буквальном смысле повисла над головами прохожих. Вот эта труба, когда мокла в меч, как кусок смерти, висит над головой всех жильцов. Тут же проходят все. И дети, и старики, и взрослые. Это не только проблема нашего подъезда. От обрушения пятиметровый кусок железа удерживают тонкие интернет-кабели. Малейший ветер и ее раскачивает в разные стороны. Местные опасаются, однажды конструкция может рухнуть. Мы все ходим каждый день, можно забыть. Оно может подуть, в это время упасть. Что угодно. Если даст кому-то по голове, потом они будут бегать и решать вопрос сразу же. Как у нас все. К сожалению. Жильцы говорят, обращались во все инстанции. В местный ЖКС писали целые коллективные жалобы. Но ВОЗ и ныне там. Почему не производят ремонт? Идем узнавать. Сегодня понедельник, приемный день. Нас встречает начальник участка. Трубу завтра будет вышка. Мы ждали уже вышка. Завтра будет, завтра труба будет восстановлена. А почему полтора месяца никто не привезет? Не было вышки, он говорил. Все зависит от транспортных средств. Завтра должна была быть сегодня, что-то поломалось. Говорит, отремонтировать трубу попросту не успели. Более того, для таких работ нужен спецтранспорт. Но тут же дает обещание. Завтра до обеда, при наличии вышки, все будет выполнено. Проверят результаты выполненных работ ЖКС Фонтанского Кристина Немченко, Евгений Руденко и Седьмой канал. Завтра нам несложно будет еще раз подъехать на Гагарин и проверить, как же до обеда действительно выполнят свои обещания одесские коммунальщики. И к другим темам. В Одесской области до конца текущего года появится новая солнечная электростанция. Построят ее в поселке Суворово, Измаильского района. Сообщает сайт 24 News. На объекте будет установлено более 9 тысяч панелей мощностью 235 ватт каждая. Вырабатываемая электроэнергия будет вливаться в общую энергетическую систему Украины. А в случае аварийной ситуации, электростанция будет в состоянии обеспечить энергопотребности целого поселка. Сейчас на объекте идет установка стоек для фотоэлементов, а через неделю начнется прокладка об коммуникации. После чего стартует монтаж самих панелей. Россияне не смогут посетить футбольный матч в Одессе. Манчестер Юнайтед аннулировал билеты на матч Лиги Европы против Луганской Зари всем болельщикам с российским гражданством. Такое решение было принято в связи с политической ситуацией и политикой Кремля против Украины. Из-за политической ситуации, из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей стороны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру. Говорится в сообщении английского клуба в адрес российских болельщиков. Манчестер Юнайтед полностью компенсирует средства за билеты. Но в то же время на сайте стадиона Черноморец онлайн продажи билетов на матч Манчестер Юнайтед Луганская Заря, который состоится 8 декабря в Одессе. Для всех желающих эта продажа приостановлена. Немного курьезов от полицейских, которые этой ночью патрулировали ночную Одессу. Сегодня под утро на Троицкой экипаж обнаружил молодого человека в неловком положении. 27-летний одессит застрял в терминале пополнения счета. Полицейским мужчина пояснил, что он, мол, просто хотел проверить, есть ли в аппарате наличка. Засунул руку и не смог достать обратно. На место вызвали сотрудников ГСЧС, следственно-оперативную группу и хозяина терминала. В итоге мужчину удалось высвободить. А после горя ревизора забрали в райотдел для выяснения обстоятельств происшествия. Пока на этом у нас все. Я желаю вам не застревать ни в каких сложных ситуациях. И с достоинством выходить из всех задач, которые предоставит перед нами сегодня этот первый рабочий понедельник. Увидимся в 16. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин